МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нола. Это одна из тысяч, прошедших через программу отлова, стерилизации и выпуска обратно в природу. Куда мы их выпускаем, друзья? На муки, на смерть, на издевательство. Покажите мне собак, которые выпустились хотя бы лет 5 назад, у кого есть клипсы науки. Таких в природе нет. Самая большая собака после стерилизации и выпуска на природу живет 2-3 года. Самая большая. И то, если ей повезло, и она попала в какое-нибудь приятное сотружество, которое нормально относится к животным. Все, девочку пересадила. Едем к клинику. Маленький. Девочка моя. Это Нола. Мы приехали с ней в клинику. Сейчас будем подниматься. Да, мой хороший? Девочка моя. Остальные погибают очень быстро. Погибают от укусов клещей. Погибают от живодеров. Погибают сбитые машинами. Друзья, сейчас речь идет о собаке, пострадавшей, пострадавшей в ДТП. Ноле нужна операция. И врач спрашивает, готовы ли мы спасти этой девочке жизнь? Готовы ли мы ее прооперировать и спасти ее? Собачка, у которой лучевая, локтевая, косточки сломаны, у нее еще перелом позвоночника в области последнего поясничного позвонка. Габачей есть. В принципе, шансы на то, что ходить будут, они хорошие. Тут вопрос в цене, потому что цена на импланты очень сильно повысилась и операция будет стоить порядка, только один позвоночник, порядка 50 тысяч. Плюс еще лучевая, локтевая потом, после позвоночника. Просто вопрос, будем мы делать позвоночник или пусть так. Худо-бедно, скорее всего, ходить будет, но не знаю как. Может, не будет. Если кто-то готов, то отзовитесь, пожалуйста. Каждый принимает решение сам в зависимости от своего сердца, от своей души, от своего восприятия мира. В приюте сейчас две с половиной тысячи животных. Продолжают сыпаться, малыши. Особенно сильный поток идет поломанных детей. Поломанных, ребята! Я следующий ролик выпущу. Я покажу вам наших поломанных. Прям по одной фотографии, имя, диагноз, чтобы вы увидели, сколько мы с вами уже спасли и сколько нам еще предстоит сделать. И все новые и новые прибывают. Вот только сейчас, полчаса назад, мне принесли коробочку огнищенок. Бандерольку заказывали? А? Вот такую бандерольку заказывали? Ничего не хочу говорить, ребята. Мои ролики наполнены горечью. Не потому, что я так хочу, а потому, что мы живем с вами в этом чертовом мире, в этой равнодушной, бездушной стране. Я хочу задать вопрос только один для сравнения. Отношение других стран к животным. Чем же мы хуже? И как же нам не стыдно, друзья? Ну вот чисто по-человечески, ну почему нам не стыдно за то зверство, что творится у нас под ногами? И почему мы так равнодушно смотрим на это? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok